Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Пошел по следам Соньки золотой ручки. Сыщики задержали серийного вора из Бавруйска. Выяснилось, что фигурант нигде не трудоустроен, а за 40 лет жизни успел заработать более 10 уголовных сроков. Что он успел вынести из домов в гаражан. Заметает, на город обрушились осадки. Только за утро выпало порядка 10 сантиметров снега. Справляются ли коммунальные службы? Загорались как спички. С начала месяца сводки МЧС пополнили пять пожаров. Работниками МЧС в комнате и на кровати был обнаружен погибший 79-летний хозяин квартиры. Есть ли еще жертвы? А также образцовая столица, контроль на дорогах и Пекин приветствуют вас. Национальный Олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение на зимние игры. Кто стал талисманом? Образцовая столица цель ближайшей пяти летки президент принял с докладом мэра Минска. На повестке сразу несколько важных вопросов. Чистые улицы, наведение порядка с пустующими объектами, плюс ставка на инновации. Владимир Кухарев на этом посту уже три месяца. Он успел не просто войти в курс дела, но и приступить к выполнению поставленных ранее задач. В первую очередь сделать белорусскую столицу более комфортной, современной и европейской. Нам надо во что бы то ни стало выдержать этот год. Будет год непростой, тяжелый год. Это главное, что будет давлеть над нами. Каким вы видите Минск в 2021 году, ну и на перспективу. Понятно, что Минск это столица страны, это лицо страны, это город, с которого надо брать пример по развитию по тем или иным направлениям. Ну, например, непростая ситуация складывается сегодня в стране в связи с этими циклонами. Для нас это несколько непривычно, скажем так, потому что зимы всегда были не зимыми, а в этом году настоящая зима. Особенно сегодня, когда температура, пусть казалось бы не очень низкая, 10-15 градусов, но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню. Ну, неожиданность для нас в том, что люди жалуются, мониторим интернет по всем каналам, жалуются, что мы не успеваем расчищать там переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому и к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке. В городе людей надо организовать, если надо, помочь инструментам. Метель и снегопад. В Бобруйск тоже пришла непогода. Дороги полностью заселила белым покрывалом, а во дворах – сугробы. Коммунальщики вызов приняли. На улице города вывели армию уборочной техники. Больше подробностей у Максима Кембеля. Снегопад продолжает буйствовать на бобруйских дорогах. Только за утро выпало порядка 10 сантиметров снега. К очередному сюрпризу погоды коммунальные службы были готовы. На борьбу с непогодой брошены буквально все силы. 34 единицы техники, тракторы и самосвалы. Прочищают путь для водителей. 270 человек, занятые уборкой тротуаров. И это только трудовой десант депо. Коммунальщики тоже ринулись в бой. Задействован весь уборочный ресурс. Для лучшего сцепления с дорожным покрытием заготовлено 12 тысяч тонн песчано-солевой смеси. Хотелось бы попросить граждан проявить сознательность и не оставлять в ночное время автомобили вдоль проезжей части дорог. В то же время коммунальщики призывают граждан не ждать дворников, а самим взять лопаты в руки и почитить дворовые территории. Ведь город наш общий дом. Например, волонтеры Белорусского союза молодежи решили действовать без лишних слов. Помогают в уборке пожилым людям и ветеранам. Актив первичной организации механико-технологического колледжа берет шество над церковью, которая расположена рядом. И помогает в уборке территории не только в снежный период, так скажем, но также осенью в уборке листвы. Прогнозы синоптиков тоже не дают расслабиться. Снегопады обещают до конца недели. На дорогах из-за низких температур возможно гололедиться. ГАИ призывает соблюдать правила дорожного движения. В частности, держать дистанцию, не превышать скоростной режим и не совершать резких маневров. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Первая неделя месяца выдалась по-настоящему горячей для спасателей. В городе зафиксировано пять пожаров. В пятницу утром горел гараж на Рженикидзе. Вероятной причиной стал непотушенный окорок. На следующий день вспыхнула баня на пригородной. Дело оказалось в печи. А на Прилугской в результате пожара сгорел автомобиль. Уже в воскресенье сотрудники МЧС лепидировали пламя в слободке. Здесь горел сарай. В этих чупы обошлось без жертв и пострадавших. Днем 8 февраля в Центр оперативного управления Бобруйского гороотдела по череченным ситуациям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Урицкого. О случившемся сообщили соседи. По прибытии подразделения МЧС в двухкомнатной квартире на девятом этаже создалось плотное задымление. Как рассказали соседи, в квартире должен находиться человек. Работниками МЧС в комнате и на кровати был обнаружен погибший 79-летний хозяин квартиры. В результате пожара поврежден также полузакопченные стены. Рассматриваемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту гибели проводит проверку Следственный комитет. Брал все, что плохо лежит. Милиция задержала серийного вора из Бобруйска. На номер 102 поступил очередной звонок. Местный житель сообщил, пока его не было дома, кто-то разбил окно и украл две золотые цепочки, кольцо, коньяк и парфюмерию. Всего на сумму свыше 1800 рублей. В начале месяца подозреваемого задержали. Им оказался 40-летний мужчина, неоднократно судимый за подобное преступление. Выяснилось, что фигурант нигде не трудоустроен, а за 40 лет жизни успел заработать более 10 уголовных сроков, в том числе за разбой, кражи и угон. А также 11 раз привлекался к административной ответственности. Новый сайт президента, негласный контроль ГАИ и предложения от белорусов. На сайт 6-го Всебелорусского собрания поступило более тысячи идей, что лежит в их основе. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Представлен новый официальный интернет-портал президента Беларуси. В основе сайта информация о текущей деятельности Александра Лукашенко. На главной странице в формате календаря пользователь может ознакомиться с самыми актуальными событиями рабочей недели главы государства. Кроме того, здесь будут размещены наиболее важные нормативные правовые акты, принимаемые президентом. Госавтоинспекция контролирует дорожную обстановку с использованием негласных методов. На службу наряду с привычными патрульными машинами заступают экипажи на авто без отличительной оклейки и маячков. Такой транспорт оборудован всеми необходимыми техническими средствами, которые позволяют инспекторам контролировать скоростной режим, соблюдение правил остановки и стоянки, маневрирования, проезда перекрестков и пропуск пешеходов. Особое внимание аварийно опасным участкам. Аэрофлот увеличивает частоту рейсов из Москвы в Минск до пяти в неделю. Помимо маршрутов по четвергам, субботам и воскресеньям, полеты авиакомпания будет выполнять по вторникам и пятницам. Кроме того, накануне возобновилось и железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Беларусью. На первый рейс было продано более 230 билетов. В настоящее время перемещение в этом направлении возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID, выполненного не ранее 72 часов на поездке. Более тысячи предложений на сегодня поступило на сайт 6-го Всебелорусского народного собрания. По регионам наибольшее количество инициатив выдвинули жители столицы, а также Минской и Брестской областей. Что касается тематики, основные вопросы – государство, общество, политика, ЖКХ, социальное и пенсионное обеспечение. Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение на зимние игры в Пекин. Они пройдут с 4 по 20 февраля 2022. Медали будут разыграны в 109 дисциплинах в 7 видах спорта. Талисман предстоящих олимпийских игр – панда. Пекин станет первым городом, который принимает и зимние, и летние состязания. Они, напомним, прошли здесь в 2008. В Беларуси выздоровели выписаны 248 064 пациента с COVID-19. Зафиксированы 260 060 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 4 593 784 исследования. Такие данные приводит Минздрав. Первый этап иммунизации от COVID-19 завершается в Могилевской области. На прошлой неделе прививки получили последние из 1610 работников здравоохранения. А на этой неделе уже начали вакцинировать педагогов, воспитателей, работников органов соцзащиты и интернатов. Перед вакцинацией, напомним, пациенты обязательно проходят полное обследование. Доктор их осматривает, измеряет температуру, уточняет анамнез, перенесенные хронические заболевания, наличие аллергии. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. 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 Счастливо.